Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 июня и очень многие интересуются судьбой монгольского карлика, который в теплице. Я сейчас покажу, как монгольский карлик на 10 июня выглядит в теплице и как выглядит на улице. Они немного отличаются, ненамного они отличаются, потому что в теплице он себя чувствует прекрасно, невзирая на то, что это он для открытого грунта томат. И многие говорили, что его нельзя в теплицу высаживать, что он там будет плохо себя вести. Вот смотрите, какой огромный куст он уже организовал, и он вот так в ширину увеличивается, как шариком. Уже очень много завязей завязал, он светет, завязывает, он работает, тут сидит, работает потихоньку. Это я вот сейчас разгребла вот так, вообще его не видно, конечно, он вот так листиками укрыт. И подойдешь, когда вначале кажется, что вообще здесь ничего нет, кроме цветочков, что как декоративный. Но томатов уже много, томаты хорошего размера. Сейчас покажу вам, какой он на улице. А кому интересно, я же уже рассказывала, как формировать монгольский карлик, о его характеристиках, я в описании к этому видео скину ссылки на старые видео, чтобы не повторять все еще раз. Ну на улице карлик, конечно, немного покомпактнее, но это и не удивительно, потому что здесь было очень долго холодно, и он такой, вот сильно такого куста, как в теплице, он не образовал. Но самое главное, что завязи тоже уже идут, и они, конечно, немножко чуть-чуть поменьше, но не намного, завязываются дружно, так что пока они идут, ну можно сказать в ногу друг с другом, что там, что там есть завязи, какой поспеет быстрее, посмотрим. Но я почему-то подозреваю, что в теплице, потому что там все равно ему комфортнее. Здесь вот у нас был и град, и дождь, и холодно, не очень были такие комфортные условия для томатов, все равно они теплолюбивые, какие бы выносливые сорта ни были. Но вот на улице монгольский карлик вот такой, он тут растет в окружении салатов, крест-салатов, но ему ничто не мешает, я потом сейчас эти салаты-то все, конечно, уберу, вот эти все пустые места, это все я под карлика оставила. Да, недостаток, что ему нужно много места. Но все равно, я нынче его и в ведро посадила, и вот так, и в теплице, и на улице, и, короче, к осени я уже смогу вам дать полный анализ этого сорта, где лучше, где хуже, на что он способен, что он любит, а что не переносит. Посадила даже несколько кустов в придомовой теплице для позднего-позднего, чтобы как можно дольше он там плодоносил. Все, потом буду показывать и рассказывать. Пока что карлики вот такие, но хорошие уже, все с помидорками.